Я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию. Добро пожаловать на богослужение в Церковь Завета. Мы очень рады, что вы с нами сегодня, используя современные технологии. Огромнейший привет к кампусу, который на левом берегу в Новосибирске. Будьте благословенны, братья и сестры. Я очень рад, что мы вместе сегодня можем взять и прикоснуться к Слову Божьему. Однажды женщина, которая смотрела на Иисуса, который находился в окружении большой толпы, и ей было очень трудно туда прорваться, но она была еще не чистая, потому что она была в болезни, в такое кровотечение. И она сказала, что если только я прорвусь, и если только я прикоснусь к краю одежды Иисуса, я получу исцеление. Она истратила к тому времени уже все свои средства, все свои деньги. На врачей написано и так и не получила исцеление. Но она с этой верой в Иисуса Христа, в это чудо, она стала прорываться, несмотря на все угрозы и опасения. Она так и сделала это, прорвалась, прикоснулась и прямо там получила исцеление. Я думаю, это потрясающий образ для нас, потому что мы иногда находимся... Или вот это чудо, вот этот ответ от Иисуса находится в окружении какой-то толпы, мыслей, дел, разных переживаний наших, разных событий, которые у нас были совсем недавно. И мы где-то в окружении вот этой толпы. Но пусть сегодня твоя вера, она сможет прорваться через всю эту толпу, через все мысли, которые пытаются тебя отвлечь, через все дела, которые пытаются тебя куда-то увлечь отсюда. Ты можешь быть здесь, но мыслями где-то там. Давайте помолимся, чтобы Бог помог нам прорваться через любую толпу этих мыслей и всяких дел и прикоснуться к живому слову и принять от Господа свое чудо. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это время. И мы провозглашаем Твою божественную власть. На этом месте и на каждом месте, где братья и сестры смотрят и видят сейчас это богослужение. Мы доверяем все в Твои руки, Господь. Мы просим Тебя, помоги нам. Мы подчиняем Тебе всякую мысль нашу, всякое чувство наше. Мы подчиняем Тебе, наш Бог. Мы доверяем все свои дела Тебе. Мы доверяем Тебе наших близких и родственников, наших друзей. И все, что в нашей жизни. И самих себя доверяем в Твои руки. И даруй нам, Господь, прикоснуться к Твоему слову и принять наше чудо. Принять Твое благословение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. А теперь давайте представим. Апостол Павел в конце своего служения на этой земле идет в Иерусалим. Он имеет откровение о том, что больше оттуда он уже не вернется. Последние три года он служил в Асии и насаждал церкви. А теперь он идет в Иерусалим. И перед тем, как прийти туда, он приходит в Мелит. Это город в Асии. Для того, чтобы собрать пресвитеров, служителей, тех пастырей, которых он рукополагал за эти три года. Для того, чтобы передать им самое важное, самое драгоценное, что сейчас есть в его сердце. Он ожидает, когда придут пресвитеры из Ефеса. Это город, который находился примерно от Мелита, на таком же расстоянии, как из Китима от Новосибирска, например. И вот машин тогда не было, он в ожидании. И вот они приходят. Собираются пресвитеры. Собираются пастыря, епископы, служители. Перед апостолом Павлом фактически весь плод его служения. И теперь он идет в Иерусалим. И как он сказал этим же людям, больше вы лица моего не увидите. Он осознает, что это последняя его встреча. В течение трех лет он говорит, я со слезами. День и ночь. Учил вас. Передавал вам все, что понимал о Боге. Рассказывал вам все учения Иисуса Христа. Он говорит, я не упускал ни одной возможности, чтобы передать вам всю волю Божью. И вот все сказано. Все, что можно было сказать, сказано. Все, что можно было передать, передано. Но он видит опасность. Он говорит, я знаю, что после того, когда меня не будет здесь, после того, когда я уйду, придут лютые волки, нещадящие стада. Из вас самих восстанут некоторые люди, которые будут говорить превратно, будут пытаться увлечь за собой, а не за Иисусом Христом. Будут предлагать вам какие-то новые учения, которые постараются сбить вас в сторону. И так апостол Павел в конце своего служения, имея эту последнюю возможность, говорить к пресвитерам, имея перед собой весь плод своего служения. Я вижу, что он собирается дать определенное направление, в котором церкви надо дальше идти. Я вижу это же направление сегодня для нас с вами и для каждого христианина в отдельности. Он хочет дать какой-то ориентир, на который можно было бы ориентироваться. Невозможно было пересказать все, что он говорил за в течение трех лет. Невозможно было пересказать все учение Христа. Оно, конечно, больше, чем то, что он сказал здесь. Учение Иисуса Христа, оно очень многогранно. Оно касается каждой области жизни человека. Но сейчас ему важно не все пересказать. Ему важно дать какой-то ориентир, на который церкви будут ориентироваться. Если этот ориентир есть перед глазами, значит у нас есть шанс, что мы правильно идем, значит нормально. Но если вдруг этот ориентир уходит с поля зрения, то значит проблема. Значит все-таки христианин или церковь уклонились в сторону. И вот я вижу этот ориентир дает апостол Павел. И я молился и молюсь, чтобы Бог открыл нам этот ориентир. И чтобы мы видели его всегда в своей жизни. И если нет, чтобы мы сделали переоценку вовремя, пока мы еще в пути, чтобы нам не оказаться где-то сбившимися с пути, чтобы нам не оказаться где-то вне Царства Божьего. Итак, давайте прочитаем теперь эти последние слова. Вот апостол Павел говорит, наставляет, говорит о всех опасностях. И перед тем, как преклонить колено вместе со всеми, кто там был, и помолиться, он говорит этот последний стих. Итак, книга «Деяния апостолов», 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». И вот этот стих, эта ценность, я вижу как ориентир, который предложил апостол Павел. Русский перевод, русский язык нам не показывает, ну, что означает вот это так трудясь. Но те люди, которые слышали апостола Павла, они прекрасно это понимали, о чем он говорит. Потому что это греческое слово, а вы, конечно, знаете, что Новый Завет был написан на греческом языке, оригинал звучал на греческом языке. Так вот, я посмотрел, что означает, какой смысл может нести это слово, которое у нас переведено как трудясь. Послушайте, утомляться, уставать, утруждаться, тяжело работать. Других нет смыслов. То есть, это слово не употреблялось для описания просто какой-то работы, которую нужно было сделать. Это слово всегда употреблялось в контексте тяжелого труда. То есть, апостол Павел говорит, я вам показал, что я трудился из всех сил. Я трудился, порой изнемогая, порой лишаясь последних сил. Я трудился тяжело. И для многих из нас знаком такой труд, когда мы стараемся достичь какой-то цели в жизни. Например, построить дом. И мы готовы днем и ночью работать, трудиться, потому что мы знаем, что это будет благословением для всей нашей семьи. И либо мы, например, строим бизнес, особенно в начале. Я осознаю, насколько это трудно в начале сделать бизнес. И ты готов и днем, и ночью просто из последних сил, почти никак не высыпаясь, делать то, что нужно сделать. Я помню, как в 90-х годах я начал мини-кафе такое. И мы каждый день готовили и развозили по офисам в пределах 100 порций разных блюд. И зарабатывали достаточно хорошие деньги. Я работал практически круглосуточно. Почти круглосуточно. Немножко время, чтобы поспать, встал и опять дальше, и опять дальше бесконечный был процесс. Очень непросто. Но здесь апостол Павел не дает даже намека на то, что он трудился изо всех сил, чтобы построить дом или чтобы организовать какой-то бизнес. Он говорит здесь конкретную цель, с которой он трудился из последних сил. Он говорит, я показал вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых. Очень интересно мне видеть, как апостол, проповедуя, трудясь в течение трех лет, показывая множество ценностей христианских, оставляет сейчас эту общину, оставляет сейчас этих руководителей. Это руководители церкви, это пресс-фитеры, это лучшие. Они понимали больше, чем все остальные люди в то время в тех церквях. И вот он к ним обращается и говорит, я хочу, чтобы у вас осталась эта картинка. Я трудился из последних сил для того, чтобы поддерживать слабых. Мы можем отнести, конечно, в эту категорию достаточно узкий круг людей. Возможно, вам представляется, что слабый человек это тот, который по жизни слабый просто. Он ни на что не способен, он ничего не может. Либо у него физические какие-то ограничения, просто врожденные. Он не может. Но, возможно, и, конечно, и эти люди относятся к этой категории. Но я вам хочу сказать, что это слово, опять же, греческое слово, которое у нас переведено как слабых, оно включает в себя намного больше круг людей. Это слово относилось к любому человеку, который заболел, например, который неважно себя чувствует, который ослабел в чем-то, у которого есть какая-то сложность в жизни сегодня, у которого что-то не получается. Он в данный момент слабый или физически, или душевно, и ему нужна помощь. Апостол Павел говорит, я три года, сколько я был здесь с вами, днем и ночью, используя последние силы, я старался поддержать человека, который был слабее. То есть, это категория людей, которые на данный момент, сегодня, слабее, чем ты. Это человек, который рядом с тобой, слабее, чем ты. Завтра он, может быть, будет сильнее, но сегодня он слабее, сегодня у него проблема. И Павел говорит, я тратил все свои силы для того, чтобы помочь каждому такому человеку. Для меня это выглядит огромной ценностью, как бы просто это ни звучало, потому что апостол Павел решил именно с этой ценностью оставить всех пресвитеров, после чего он ушел, и больше они его не увидели. Но он тут еще говорит, что нам надо помнить слова Иисуса Христа, который сам сказал, друзья, но мы знаем, что Иисус Христос сказал очень много. Иисус сказал, передал нам очень много ценностей, которые принял от Отца своего Небесного. Он рассказывал о Царстве Божьем, он рассказывал о всемогуществе Бога, о любви Его. Но здесь, перед тем, как преклонить колени и помолиться, и потом отдать эту общину в руки Божьи и уйти, апостол Павел выбрал напомнить одну фразу из всего учения Иисуса Христа. И он сказал, помните, он сам сказал, блажение давать, чем принимать. После этого они плакали, прощались, и он уехал. Больше они его не увидели. Но я думаю, этот образ, эта картинка, это направление, оно сопровождало их всегда. Апостол напомнил нам, как он трудился. О, мы помним, как он трудился. Апостол напомнил нам слова Иисуса. Мы помним блажение давать. Я вижу, мне кажется, что я вижу сегодня, ту же опасность, о которой переживал апостол, прощаясь с этими братьями и сестрами. Это опасность в том, чтобы уклониться в сторону от того учения, от того пути, в который призвал нас Господь Иисус. И когда происходит уклонение, знаете, оно не происходит так, что все сразу поменялось. Уклонение, оно происходит совсем чуть-чуть. Апостол Иаков, например, показывает ту же самую опасность, и он говорит, братья, если кто-то из вас уклонится, и кто-то обратит этого человека назад на верный путь, пусть тот знает, что обративший грешника сложного пути, он же чуть-чуть уклонился только. А Яков говорит очень ясно, обративший грешника сложного пути. У Бога нет чуть-чуть. У него достаточно ясный путь, в который он нас призывает. И он призывает нас, чтобы мы следовали именно тому пути, в который он нас призвал. И всякое уклонение чуть-чуть, оно в результате приводит к тому, что человек промахивается мимо цели. То, что и называется грехом. Итак, апостол дает нам ориентир. И я думаю, что вижу эту опасность. Опасность в том, когда направление меняется от Бога, от людей к самому себе. Когда все учения Иисуса Христа, когда обетования, которые мы видим в Библии, мы начинаем применять только лишь или в основном для того, чтобы получить ответ для себя, для того, чтобы сделать счастливым себя. Когда мы молимся в основном и ищем этого водительства Божьего и чуда, для того, чтобы стать здоровее, для того, чтобы стать мудрее, для того, чтобы в семье у нас было больше порядка, радости и счастья, для того, чтобы денег у нас было достаточно, для того, чтобы одно, другое, пятое, десятое, разные области жизни, разные нужды. Но апостол перед тем, как уйти, он говорит, я хочу вам показать этот ориентир. Если этот ориентир ушел с вашего поля зрения в жизни, то, по всей видимости, вы уклонились в сторону, вы сбились с пути. Я знаю, что для этого придет дьявол, когда я уйду, говорит апостол Павел. Он постарается сбить вас с пути. Из вас самих вы даже не поймете, как это произошло, как это случилось. С вас станут люди, которые будут говорить неправильно. Они будут фокусировать вас не на эти ценности, которые я вам сейчас показываю. Они будут фокусировать вас на другие ценности. О том, что ты можешь все получить от Бога. О том, что у тебя все получится с Богом. Вы скажете, что здесь плохого? Абсолютно ничего плохого. Бог на самом деле приготовил для нас счастье. Он приготовил для нас блаженство. Он приготовил для нас ответы сверхъестественные. Только порядок, каким образом эти благословения приходят в нашей жизни, он может принципиально отличаться. Его порядок от нашего порядка. Итак, ориентир, который говорит апостол Павел, он звучит не таким образом. Возьми все, что Господь приготовил для тебя. Получи исцеление. Получи благословение финансовое. Получи порядок в доме. Получи все, что тебе нужно. И потом ты сможешь благословить других. Вообще не так. Ровно наоборот, показывает апостол Павел, он говорит, я хочу перед тем, как уйти, чтобы вы всегда помнили, как я трудился, как я оставлял последние силы, чтобы помогать тому человеку, который был слабее, чем я в данный момент. Я хочу, чтобы вы помнили слова Иисуса Христа, блажение, и вот этот порядок Иисуса Христа, блажение давать, нежели принимать. Потому что, когда ты идешь этим путем отдачи, Бог позаботится о тебе. Он однозначно ответит на каждую твою нужду. Но порядок не тот, который человеческий. Сначала мне, потом я отдам. Порядок совершенно другой. Господь говорит сначала, дай, посвяти свою жизнь мне, как я посвящал, посвятил ее тебе. И ты, все остальное приложится. Иисус Христос говорил этот же принцип. Все остальное приложится. Все, что тебе нужно, приложится. Не переживай об этом. Но переживай о том, чтобы не уклониться в сторону. Однажды ученики пришли с задания, на которое послал их Иисус, чтобы проповедовать людям о спасении, чтобы исцелять больных, освобождать от бесов. И вот они возвращаются счастливые, довольные. Господи, бесы повинуются нам. Все работает, все получается. Иисус им отвечает и говорит, я видел сатану, который спал с неба, как молния. И потом говорит, не тому радуйтесь, что бесы повинуются. Радуйтесь, что вы на правильном пути. Радуйтесь, что сейчас вы растрачиваете свою жизнь правильно. Радуйтесь, что ваши имена, они записаны в книге жизни. Вот этому радуйтесь. А это все прилагается. Он говорит, я видел, как сатана, который был прям отображением славы Божьей, в одно мгновение, как молния, упал после того, когда возгордился. После того, когда его ориентир сбился. Я верю, что все в Царстве Божьем направлено на то, чтобы служить, чтобы отдавать. Иисус говорит, кто хочет быть большим, будь меньшим. А кто хочет быть первым, будь вообще всем рабом. Я верю, что в Царстве Божьем все, оно служит друг другу. Но когда этот Люцифер, он возгордился. И вместо того, чтобы служить, он сфокусировался на себе, на своей позиции, на своей позиции в Царстве Божьем. Он был свергнут, просто как молния, на землю. Произошло его падение. И Иисус предупреждал, и он говорил, видите это, я это видел, помните это. И так я вижу, как апостол Павел предупреждает нас об опасности, и он показывает нам тот ориентир, то направление, в котором нам нужно идти. Апостол Петр говорит то же самое, но он говорит об этом, мне кажется, еще жестче даже. Он говорит, что если у вас этого ориентира нет, у кого этого ориентира нет, тот просто слепой. Он не понимает, куда он идет, и он вообще забыл то, что Бог для него сделал. Давайте прочитаем об этом. Второе послание Петра, 1 глава, 5 стих. Петр говорит, что первое, то вы, прилагая к этому, к чему? К спасению своему. Бог спас, Он перед этим говорит вас по благодати. Поэтому вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей. И вот первое, что должно проявляться в вере, без которой мы не можем угодить Богу. Написано, без веры никто не может угодить Богу. А как же эта вера проявляется? И вот апостол Петр говорит, первое, в чем проявляться должна ваша вера, настоящая, если она правильная, если вы в правильном пути движетесь, первое, то, что будет видно в вашей вере, это добродетель. Это ваши добрые дела. Это ваша жизнь, которая раздает себя для других. Там после этого перечислено еще шесть ценностей. Конечно же, в добродетели нужно иметь рассудительность, в рассудительности воздержание, терпение и так дальше. Шесть еще ценностей. Мы не будем сегодня, конечно, об этом говорить. Мы говорим только об одной, добродетели. Если этой первой нет. И все остальные, по всей видимости, сложно увидеть. Так вот, то, что он чуть ниже дальше говорит. Второе Петра, первое, это же глава, восьмой и девятый стих. Если это у вас есть, ну, хотя бы это я имею в виду, хотя бы добродетель, и умножается, она еще должна умножаться, то вы не останетесь без успеха. Вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком этого нет, говорит апостол. Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Сбился с цели. Простая вещь. Если ты не видишь добрых дел в своей жизни, если ты не видишь этой ценности сегодня, как ценность номер один в своей вере, то, по всей видимости, тебе надо сделать глубокий анализ, а не сбился ли ты с пути, а на правильном ли ты пути сегодня с Богом находишься. Послание к Титу. Вторая глава. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. Да, не от дел. Да, просто по благодати мы спасены. Он просто возлюбил нас и пришел умереть за нас. Спасительная для всех людей. Но если ты спасся, но если ты принял эту благодать, то она пришла для того, чтобы чему-то тебя теперь научить. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Скажите мне, в чем особенность Божьего народа? Чем мы принципиально отличаемся от этого мира? Народ особенный, ревностный к добрым делам. Мне так нравится слышать разные свидетельства, когда братья или сестры рассказывают, как на работе у них возник какой-то компромисс, им предложен был этот компромисс, и там нужно было сказать, что ты не полторы тысячи, там нужно взять, а две тысячи. Ну, я без подробностей. Суть в том, что надо было придумать что-то, надо было как-то обмануть для того, чтобы взять себе больше. И когда брат говорит, нет, я хожу перед Богом, для меня намного важнее бы иметь правильное положение перед Богом, чем любая прибыль, которую я могу получить. Мне так нравятся эти свидетельства, когда вы остаетесь верными в том пути, которым идете. Итак, народ особенный, он ревностный к добрым делам, он ревнует, чтобы исполнить волю Божью. Его не надо уговаривать, его не надо упрашивать, это особенный народ. Как только он понимает, что что-то может сделать для Бога, он тут же реагирует, он тут же бежит, чтобы это сделать. В этом особенность наша, дорогие друзья, ревность к добрым делам. Надо признать, конечно, что не все. Я хочу вам показать одну картинку сначала. Сестра наша буквально в прошлую пятницу, когда была на молитвенном собрании, она увидела видение. Она увидела видение и рассказывает. Я, говорит, не совсем поняла это видение. Вот хочу рассказать. Другая сестра, у которой был другой дар, чтобы рисовать, она нарисовала это видение. И вот мы сейчас с вами увидим это видение. Покажите, пожалуйста. Сестра говорит, в видении я вижу фрегат. Красивый. Там палуба, говорит, такая дорогая какая-то прям. Я вижу, что это что-то особенное. Я вижу, что там такие паруса красивые, надутые. Что все так просто красиво, сильно. И он, говорит, вот так покачивается на волнах. И говорит, это такая картина, которая просто завораживала. Я думаю, вот это да, крутой какой, к чему, не пойму. Но вижу, какой красавец, какой фрегат, как потрясающий он выглядит. И вдруг, говорит, мой взгляд опускается ниже. И я не пойму. Я не могу поверить глазам. Этот фрегат, он в бассейне. Он огромный. У него большая мощь. Он на всех парусах. Он готов. Он в бассейне. Тогда, говорит, у меня вопрос, прям в этом видении. А как же он так хорошо движется? Как будто прям плывет на всех парусах. И до меня, говорит, доходит. И аж дрожь пошла по моему телу, когда я увидел это. Он имитирует движение. Он, говорит, так сам раскачивается справа налево, справа налево. И от того, что он раскачивается, выходят волны. И, говорит, создается впечатление, что он в окружении волн. И он плывет. Только он сам создает эти волны. И он находится в бассейне. Он никуда не плывет. Я не хочу сказать, что этот фрегат это наша церковь. Я так не хочу, чтобы так было. Я боюсь, чтобы мы оказались на фрегате в бассейне. Со всеми парусами. Со всем потенциалом. Со всем учением. Со всей мудростью. Со всеми дарами. Просто в бассейне. Там за бассейном реальная жизнь. Там за бассейном есть нужды. Там за бассейном люди кричат о спасении. Там за бассейном все бурлит. Там есть много нужд. Там есть много слабых. Там есть много, которые вообще потеряли уже надежду в этой жизни. но фрегат в бассейне. Я прошу Господи, помилуй нас, чтобы этот образ не соответствовал нашей церкви. Я прошу Господи, помоги нам, если сейчас у кого-то нет этого ориентира в жизни, чтобы он переоценил свою жизнь. Я думаю, сегодня время, когда нам надо увидеть эту ценность, которую показывал апостол Павел. Увидеть ее с открытым сердцем. Не посмотреть на простоту этого слова. Возможно, кто-то из пресс-фитеров сидел там в том собрании и говорил, Павел, ты вообще о чем? Мы уже три года верующие. Ты в курсе? Мы уже Библию прочитали уже не один раз. Ты о чем, Павел? Просто помогать слабым. Ну, понятно, что надо помогать. Поможем, если надо будет, если время останется. Но ты знаешь, у нас и других дел очень много. Мы хотим показать этому миру, что с Богом бизнес будет реально процветать. Мы хотим показать, что у нас все в семье будет классно. Мы хотим показать, что мы исцелимся от любой болезни. И вот мы хотим что-то показать, что-то показать в бассейне. Просто показать кому-то, зачем. Апостол говорит, посмотрите, не на опасном ли вы пути. Посмотрите, насколько вы ревностны к добрым делам. Надо признать, конечно, что не все добрые дела, которые в нашем понимании добрые, они на самом деле добрые. Быстро скажу, что доброе дело, оно инициируется Богом, а не человеком. Писание говорит, что всякое даяние доброе приходит от Отца Светов. Я верю Слову Божьему, поэтому понимаю, что всякое добро, настоящее, которое будет созидать человека, я должен уточнить здесь, настоящее добро, оно созидает человека, оно никогда не разрушает человека. Почему мама, например, который, или папа, они любят своего ребенка, они все для него, они все для него. Он подрастает 17-18 лет, он хлопает дверью, говорит, не могу я больше с вами жить. Я пошел, и он идет в пьянство, в наркотики, еще куда-то. Почему? Он терпеть не может родителей. Почему? Ведь они столько добра делали. Они никогда не могли ему сказать нет. Они никогда не могли ограничить его. Они поощряли его капризы, его своеволия, его похоти. И вот он вырос. Родители думали, что они все всегда только добро для него делали. А оказалось, что все это обернулось во зло ему. Он утвердился в своей воле, он утвердился в беззаконии, он утвердился в наглости, и теперь все это прилетает к родителям, и они в шоке. Почему же так? Не все добро, которое в нашем понимании добро, является добром. Добро, которое от Бога. Оно думает, его цель, чтобы созидать человека, чтобы охранять от зла, охранять от греха. Это добро делает иногда серьезные вещи, написано, благодать научающая. Иногда эта благодать дисциплинирует, иногда эта благодать наказывает, ограничивает, но лишь бы направить нас в Царство Божье. Эта благодать созидает нас. И даже если нам бывает трудно от наказания Господнего, в результате мы видим добрый плод, потому что душа очищается, потому что лучше что-то в жизни становится, что-то начинает по-настоящему с Богом получаться. Добро, которое от Бога, оно созидает, оно никогда не разрушает. И нам нужно слышать Бога, нам нужно понимать, к чему Он нас сегодня побуждает. Буквально на этой неделе мне брат рассказал потрясающую историю. Он звонит и говорит, слушай, у меня тут коронка выпала, и я не знаю к чему это, недавно вроде делал, опять возвращаться туда, я молюсь, Господи, для чего? Вот его мысль. Возвращается он в этот кабинет зубного врача и говорит, пока я сижу, они там общаются, я молюсь, Господи, зачем я здесь опять? И внутри, говорит, слышу слово, Олег. Я, говорю, думаю, странно, что к чему, Олег. Я обращаюсь к этим женщинам и говорю, у вас нет близкого человека, Олег. И одна говорит, да, у меня есть близкий человек, Олег, ему сейчас очень плохо. он говорит, в общем, они договариваются, в результате он предлагает связаться с этим Олегом, они связываются, они говорят сначала, он вообще, он такой человек, он не захочет с тобой встречаться, вообще ему это не надо, он там, с 90-х, там все такое. Вот, брат говорит, да мы все с 90-х, ладно. В общем, а этот человек, этот Олег, согласился. И вот они вчера встретились, и вчера, или позавчера, уже может быть сбилось немножко, но это была потрясающая встреча, где этот человек оказался открытый, чтобы слышать то, что наш брат говорит его сторону, я не знаю, может быть, он сегодня на левом берегу, этот Олег, тогда я приветствую и очень рад, что ты пришел, слава Богу, Бог любит тебя. Бог любит каждого человека. Он пришел на эту землю, потому что возлюбил каждого человека, чтобы никто не погиб. Если мы не видим этих нужд, если мы не видим этих слабых людей, Бог видит, и Он направляет нас из этого бассейна, Он направляет нас к этим нуждам, и Он говорит, ребята, это то, к чему я вас призвал. Быстренько скажу три вещи из послания к Титу, которые апостол Павел сказал, как руководство к действию, как надо делать эти добрые дела. Итак, третья глава к Титу. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, и быть готовыми на всякое доброе дело. Здесь доброе дело в контексте того, что тебе надо просто послушаться, к чему призывает тебя руководство, со сцены здесь, или в домашней группе, или еще где-то. Послушайся, это важно, это Бог тебе показывает, и приложи все старание, чтобы сделать это. Это же третья глава, восьмой теперь стих. Апостол Павел говорит, слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога, неважно, сегодня, вчера, или чуть раньше, старались быть прилежными. Это слово прилежными дословно означает быть во главе, руководить. В чем прилежными? к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. И здесь речь о том, что тебе надо быть инициативным в том, чтобы делать добрые дела. Когда ты видишь, что Бог тебя к чему-то призывает, ты внутри имеешь побуждение, приложи все старание, чтобы показать в твоей вере добродетель. Сделай то, к чему тебя Бог побуждает, и ты увидишь результат. И последнее в этой же третьей главе, в 13 стихе. Зину законника, говорит апостол Павел, и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши упражняются, учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Страшное слово, которое здесь говорит апостол Павел, и опять в контексте добрых дел, он говорит, наставляй церковь, чтобы они не оказались бесплодны. Пусть они упражняются в этом, пусть они тренируются в этом, пусть они переходят от одного доброго дела в другое, от менее серьезного к более сложному. Пусть они будут профессионалом в том, чтобы послушаться Бога и сделать всякое доброе дело, которому Бог будет побуждать. И последнее местописание, которое я вам прочитаю. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру. Я хочу это подчеркнуть, чтобы кто-то не подумал, что речь идет о том, чтобы делами зарабатывать спасение. Нет! Здесь ясно написано, и мы верим так, мы спасены благодатью через веру и сиение от нас, Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо, а теперь какой-то интересный вывод, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, Бог спас нас по благодати для того, чтобы подготовить, создать себе народ избранный, ревностный к добрым делам. Это наше призвание, это наше предназначение, и это тот ориентир, который апостол Павел показывал пресвитерам и всем нам. Аминь. Давайте встанем, чтобы поклониться Богу, чтобы попросить Его благословения, чтобы Он осветил наши глаза, чтобы нам не быть... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok